Ко дню весеннего равноденствия лепят таких же птиц, как и в старину. В этот день наши предки закликали весну, приманивали ее, угощая жаворонками, которых пекли в каждой семье. Из всей выпечки съедали лишь несколько птичек, остальных выносили на улицу и подкидывали, приманивая настоящих птиц. Так как в марте соблюдали Великий пост, тесто делали из муки и воды. Традиции хранят до сих пор и в Солочинском Рождества Христова женском монастыре. Я вот сколько знаю, что да, стараются люди в этот день в памяти сорокамочников, вот такие птички. Мы раздаем их прихожанам, детям, очень дети любят, очень приходят к нам на службу. Овощи, соленья, супы и каши. Постный обед в трапезной при монастыре отличается разнообразием. Как говорят сами обитательницы монастыря, держать пост совсем несложно. Мы уже привыкли, и для нас это вот радость духовная, потому что пост сам по себе протекает как бы и быстро. Когда начинаешь к Богу идти, поститься легко, легко, то есть, ну, как бы от страстей начинаешь потихонечку освобождаться, вот, и мяса не хочется. То есть мясо, допустим, я уже не ем, но лет 12, вот, ну, в пост можно морепродукты употреблять. Сегодня на обед у нас борщ, картофель с пассерованным мучком и компот. А здесь вот у нас сама трапеза. Здесь у нас за этим столом кушают паломники после сестер, потому что нельзя по уставу, чтобы сестры вместе с паломниками кушали. Овощи и зелень здесь выращивают самостоятельно. Делают из них заготовки, закрывают и едят во время поста. Компот и варенье также делают из своих ягод и фруктов. Ангела Божьего к трапезе незримо предстоит. Так в монастыре желают друг другу приятного аппетита.